здравствуйте друзья здесь демитков юрий и сегодня я хочу рассказать о биткоинах и как в частности и о криптовалютах вообще дело в том что регулярно вижу всякие сообщения видел что вот bitcoin такая штука покупай 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 и вообще вот ну а когда я пытаюсь задать вопрос а что же такое bitcoin все говорят блин что ты сказать как бы глупости какие-то спрашиваешь берешь покупаешь за 200 рублей завтра у тебя 2000 вот и все вот и ну сначала я отмахивался думал что очередной ммм потому что то же самое типа чё там думать вот билеты мамам берешь и он растет с бешеной скоростью я стал ну как бы к этому и относился как к ммм глупость какая-то вот но появляются какие-то сообщения о том что грив в общем то совсем не против биткоинов и вроде бы даже что-то приобрел и что центробанк рассматривает возможность легализации биткоинов и криптовалют вообще и поэтому я думаю так похоже что это все таки не ммм может быть за этим что-то стоит и я стал искать в интернете что же такое биткойны что такое вообще и выяснил что на самом деле действительно между биткойнами и криптовалютами и ммм в принципе очень мало общего очень мало то есть это все-таки не фикция это такой интересный инвестиционный инструмент с одной стороны и я нашел очень много общего между криптовалютами и акциями то есть между обычными валютами и криптовалютами общем-то общего довольно мало а вот между акциями другими ценными бумагами акциями и облигациями очень много общего я обнаружил ну давайте подробнее что такое акции акции это очень маленькая доля в каком-то бизнесе большом в каком бизнесе но есть акционерное общество акционерное общество регистрируется и они регистрируют проспекты миссии говорят вот весь наш бизнес будет разбить на такое-то количество кусочков обычно там несколько миллионов кусочков и 1 значит часть вот это один кусочек это одна акция и каждый может купить эту акцию и продать для того чтобы понимать кто является со владельцем этого предприятия этого бизнеса а значит заводится реестр акционеров и заключается договор со специально уполномоченной организации с депозитарием так называем который ведет реестр акционеров и все изменения то есть все сделки купли-продажи регистрируются в реестре акционеров и только после того как они зарегистрированы человек является владельцем совладельцем этого бизнеса или владельцем какого-то количества акций и сделки осуществляются как на ну обычно на бирже чаще всего потому что это проще всего и тогда все вот эти вот регистрации производятся брокером через который идет доступ на биржу а если внебиржевой рынок то сделка заключается вот я например заключал сделки и на бирже основном в основном конечно но у меня были сделки когда я заключал внебиржевые сделки когда непосредственно через просто договор купли-продажи через нотариусы оформляем между мной и там другим человеком и я сам ездил в депозитарий и переоформлял права собственности на акции теперь о криптовалютах точно так же кто-то кто это может быть да кто угодно также как с акционерным что кто угодно может организовать акционерное общество кто-то регистрирует криптовалюту у криптовалюты у каждой есть название как у каждого акционерного общества это название криптовалюты закрепляется и когда акционерное общество также ведет реестр акционеров то здесь реестр ведется по технологии блокчейн вот это основное то есть реестр ведется не уполномоченным какой-то организации а в сети и сделана такая технология что подделать но практически невозможно все говорят что подделать криптовалюты невозможно вот это самое главное достоинство вот почему не невозможно потому что нет единого центра регистрации их много то есть такая же структура как структура интернет и поэтому вся информация она разделена хранится в разных точках независимо и и параллельно и то есть ну как бы сделка считается совершенной после того как зарегистрированы все это можно всю эту цепочку проследить вот это самое главное технология блокчейн которая осуществляется автоматически во первых во вторых значит автоматически в интернете и распределена невозможно ее под делать вот и соответственно есть также как для покупки акции есть уполномоченные лица брокера также в сети есть и какие-то вот уполномоченные но какие-то центры ну то есть как бы сайты на которых можно спокойно купить или обменять точно так же как акции вы можете на бирже купить или продать акции по определенному курсу точно также вы можете определить купить или продать валюты теперь о разнице между акциями там облигациями и криптовалютами я уже сказал что буквально каждый может зарегистрировать свою криптовалюту вопрос самый главный вопрос для меня всегда был это чем она обеспечена криптовалюта вот и чем обеспечены акции я всегда могу посмотреть дело в том что акции когда бизнес какой-то вот регистрируется как акционер на общество этот бизнес обязан удовлетворять определенным условиям это оговорено и значит если кто-то хочет зарегистрировать акционер на общество он берет все документы несет в уполномоченный орган который ну регистрирует это государственный орган и кроме всего прочего он предоставляет но если это публичное общество большое которое хочет котироваться на бирже то аудиторское заключение и в аудиторском заключении и вся информация выдается четко значит там кто владельцы бизнеса кто бенефициары аудиторское заключение от двух крупнейших рейтинговых агентств которые значит уполномоченные которые имеют лицензию и по этим агентством можно посмотреть так здесь вот эти активы вот эти пассивы активы минус пассивы получается стоимость бизнеса стоимость бизнеса делим на количество акций получаем ну как бы стоимость акции то что реальная цена акции вот стоимость акции а дальше мы смотрим на котировки на бирже и смотрим если эти котировки ниже чем стоимость акции то значит наверное она подорожает если она выше стоимостью акции переоценена скорее всего она упадет то есть всегда можно посмотреть информацию отчеты финансовые они публикуются каждый год они обязаны по закону публиковать вот эти вещи и всегда можно посмотреть что стоит за этими акциями что по поводу криптовалют ну там аналогично в общем то что-то регистрируется где-то кто регистрирует я не нашел может быть я недостаточно хорошо искал но кто стоит и что какие активы стоят за биткойном я не обнаружил я обнаружил только что bitcoin это значит там есть эмиссия да там 21 миллион монет будет выпущен все строго и этот выпуск предназначен для создания какой-то некой разветвленной сети насколько я понял которая будет управлять теми же криптовалютами но это мои догадки кто учредитель неизвестно кто за этим стоит неизвестно кто бенефициары не известно но зато известен курс вот и все говорят а я бы там вот она растет 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 всегда но я-то знаю что в общем сказать не первый год работаю на рынке и что нет никакого актива который растет бесконечно конечно и проверить вот чем обеспечен курс невозможно и я говорю любой тут и то есть но есть огромное количество уже разных видов криптовалют разных там но самый популярный это bitcoin естественно и и стрейд по моему вот стрейд это платформы которые занимаются но это осуществляют торговлю какую-то судя по всему этими же крипто валютами фермер шляпников известный достаточно личность вот он сначала вводил свою собственную валюту калионы а потом когда их запретили он решил создать криптовалюту калионы то есть пожалуйста и но по крайней мере фермер шляпников говорит что мои калионы обеспечены там гусями вот картошкой там еще чем-то вот мясом то здесь все понятно и но он рассказывает о чем но опять же чем он может подтвердить вот свою платежеспособность гусями картошкой и так далее но никаких независимых оценок этому нет это просто надо вот верить товарищу шляпникову да и давайте посмотрим на курсы биткоина которые непрерывно растут вот сейчас я специально открыл сайт investing.com это солидный ресурс который про инвестиции и вот вы сейчас видите график стоимости биткоина месячной и вот здесь отчетливо видно что в двенадцатом году биткоин сказать там как-то не очень был но он упал в одиннадцатом году в одиннадцатом году был резкий взлет потом было падение и долгий такой после падения период и вот в тринадцатом году начинается рост 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 в тринадцатом году в ноябре тринадцатого года с октября по ноябрь 2013 года очень резкий рост был и потом такое же падение достаточно резко потом начать 15 год и так далее были достаточно такие кислые вот а далее а далее был снова вот в семнадцатом году бешеный рост но сейчас вот это месячный график сейчас я дневной график включаю и вот мы смотрим что после того как bitcoin достиг буквально совсем недавно 24 мая пика значит после этого он начинает падение и давайте посмотрим вот здесь рекомендации техническое резюме и рекомендации на основе технических индикаторов продавать продавать активно продавать в течение часа активно продавать активно продавать активно продавать и так далее вот и ну как бы получается что такая же ценная бумага как и все остальное вот давайте часовой график я покажу вот он часовой график то есть есть котировки они растут они падают чем они обеспечены не понятно то есть если вы вложитесь в биткойны то вовсе не обязательно что вы заработаете бешеные деньги точно так же как в акции точно так же как с акциями вы имеете достаточно большую степень риска эти деньги либо заморозить либо потерять и самое печальное что информация о том что за ними стоит ну обнаружить очень сложно вот то что я нашел по крайней мере для себя что такое bitcoin и что за ними стоит и что стоит за криптовалютами и резюме такое что криптовалюты да это практически такой же вид ценных бумаг и что их можно покупать и продавать но когда вы покупаете продаете валюту вовсе не обязательно вот криптовалюта вовсе не обязательно что вы получите свои деньги обратно и на свой страх и риск я хочу сказать что это видео отражает но исключительно то что нашел именно я я пытался найти для себя я рассказываю это и наверняка моя картина будет неполной я думаю что это видео посмотрят люди которые занимаются криптовалютами и наверняка у них есть дополнение и я с радостью выслушаю вот мнение других людей потому что но мне это интересно я хочу разобраться до конца потому что я пока еще не до конца не разобрался поэтому я призываю вас во-первых оставить в комментариях где-то я ошибся может быть какие-то неточности что я сделал не так если вы заметили пожалуйста напишите об этом я буду очень рад потому что я хочу действительно разобраться если вы поделитесь этим видео с кем-то вот но из других специалистов кто может мне помочь разобраться дальше и не только мне а и моим зрителям которых уже но по моему около тысячи человек то я буду очень благодарен то есть комментируйте это видео смотрите делитесь с друзьями и прежде чем инвестировать я советую всегда подумать на сегодня все с вами был демятков юрий до встречи подписывайтесь на мой канал